Председатель Ульяновского общества филателистов, коллекционер, почетный филателист России, член-корреспондент Российской национальной академии филателии Димит Александрович Устинов – яркая личность. По специальности он историк и работает специалистом Института истории и культуры региона. Также руководит детским лагерем «Эврика». Наша встреча состоялась на открытии выставки его коллеги-филателиста Виктора Иосифовича Буткевича. Мы находимся в музее почтовое дело. Как я слышала, вы тоже когда-то работали в почтовом отделении Якутска. Да, я проработал почти 10 лет на почте. В первую очередь я, конечно, занимался филателии в Ульяновском, у ФПС. А потом меня пригласили, так как наша команда уехала, так скажем, команда уехала в Якутию. Зам. директору предложили должность директора управления почты в Якутии. И он пригласил тех, кого посчитал нужным для работы в Якутии. И в число этих пятерых товарищей попал и я. И так я три года проработал в Якутии. Сначала заместителем начальника почтамта, а потом провели реорганизацию, ну, в том числе я ее проводил. Создали арктический почтамт. Все, что за полярным кругом, все почтовые отделения. А их около 500 таких отделений, приблизительно столько же, сколько у Васильевской области. Вот. И затем я сначала стал заместителем, потом возглавил этот арктический почтамт. Вот так проработал там в Якутии три года. Незабываемые годы работы на Якутской почте. Почему же Вы вернулись в Ульяновск? Ну, во-первых, это все-таки мой город. Здесь жила моя семья. И до сих пор еще сын мой младший и старший живет здесь, в Ульяновске. Ну, и потом наша команда, вернее, как команда, директора управления пригласили работать в Ярославль. Ну, вот. А я посчитал, что в моем преклонном возрасте хватит уже бегать по регионам и вернулся в Ульяновск. Но любовь к коллекционированию почтовых марок возникла не тогда, а уже раньше, да? Конечно. Конечно. Поэтому почта и филателия, то есть коллекционирование марок, они идут рука об руку, потому что почта печатает марки, а мы их собираем. И поэтому у нас прямая связь всегда с почтой. Почта является, значит, нашим не только спонсором, организатором, но даже коллективным членом Ульяновского общества филателлистов. Естественно, оказывают очень большую помощь в проведении выставок, нашей работы, мероприятий. А мы, в свою очередь, помогаем почте, рекламируем марки, рекламируем почту. И поэтому вот я начал марки собирать 52 года назад. Это, конечно, намного меньше, чем собирает Виктор Ильич Щеботкинч, который в выставке сегодня открывается. Ну, тоже, в общем-то, такой достаточно солидный срок. И вот с тех пор прям, можно сказать, и прямая связь с почтой. То есть я сделал экспонат, я его пошел на почту, отправил в Минск, на всесоюзную юношку. По почте мне вернули вместе с наградами, ну и так далее. То есть почта всегда рядом. То есть это какой год был, когда первая марка у вас появилась? 70-й. 1970-й год. Просто была такая ситуация, что я был школьником, интересовался флотом, потому что хотел стать офицером флота. Мечта моя была большая, стать военным моряком. Собирал все подряд, ходил по магазинам, скупал книги. До сих пор, кстати, у меня одна из таких хороших коллекций книг о флоте. Причем я собирал все, художественную, документальную, и мемуары, в общем, все собирал о флоте. И причем у меня было такое правило, я не только должен был купить эту книгу, но от корки до корки ее прочитать. Нравится она мне, не нравится. Но я обязан был дочитать до последнего слова, типография, тираж и так далее. Поэтому вот попались марки. Вернее, как мой друг по партии сказал, а ты знаешь, марки вышли с военными кораблями. И вот серия военных кораблей меня сподвигла к тому, что я начал собирать марки. Хотя считал, что собирать марки – это, в общем, глупость, конечно. Марки стоят дорого. Лучше собирать спичные этикетки. Они тогда стоили 15 копеек, 100 штук наборами продавалось. А одна марка стоила 4 копеек, 6 копеек, 10 копеек. Чуть-то 3 марки только могу купить. Или 2 марки могу купить на 15 копеек. Я учел уже тураки собирать марки. Ну, потом с возрастом. Вот у меня филуминея коллекционирования спичных этикеток. Это когда-то на второй план, а на первый план вышла филотель. И вот с тех пор я болею этим. А сколько уже у вас количество марок? Ну, вы знаете, вот если вот эту комнату, в которой вы берете интервью заставить альбомами, в котором стоят сотни и тысячи марок, то это приблизительно столько. Честно говоря, когда я перевозил из одной квартиры в другую свою коллекцию, мне понадобилось ровно месяц, чтобы все перевести. Конверты, марки, альбомы, гашения, литературу филаталистическую. В машину грузил по 5-6 огромных коробок. Вот можете себе представить. Пересчитать это даже вот гипотетически я и не собираюсь. Ну, много. Честно скажу, много. Ну, а это того стоит вообще? Ну, вы знаете, это ведь как считать. Некоторые считают, что увлечение это продлевает жизнь. Например, академик Павлов считает, что все коллекционеры, они стремятся собрать всё, а это невозможно. И вот стремление собрать частицы того, что невозможно собрать, всю жизнь двигает коллекционеры, они живут дольше. По статистике все коллекционеры живут дольше. У нас старейшему коллекционеру, нашему 98 лет, члену нашего Ульяновского общества силы, Архангельский Анатолий Михайлович. Да, он до сих пор жив, и мы его с 95-летием ходили, поздравляли. И, в общем, он так бодр духом. Мы говорим, как вы дожили до таких лет? А что, говорит, у меня мама с папой больше 100 лет прожили, говорит, я ещё молодой. А таких коллекционеров у нас много? Ну, кому за 90, вот, как бы вот ушли, у нас был такой символический клуб, я считал, кому за 90. Их было 3-5 человек, ну, сейчас один остался, ну, люди уходят. Ну, за 80 у нас очень много, а за 70 так я не считаю. Я среди них вообще молодой, мне ещё 70 нет. Вот, на какие темы вы коллекционируете марки? Ну, я лично, конечно, собираю марки, как я уже сказал, посвящённую военно-морскому флоту. Но многие коллекционеры нашей страны, да и во всём мире, собирают не только марки тематические, вот, как военно-морской флот, но и хронологию своей страны, как правило. Ну, хронологию всех страны, конечно, сложно собрать. И практически невозможно. Даже в самых крупнейших музеях почты, таких, как у неё, отставить в Лондоне, или в Санкт-Петербурге, кстати, 150 лет будут отмечать, скоро я туда еду на эти торжества. 150 лет в музее связи не попова. Вот, там богатейшая коллекция почтовых марок нашей страны. Естественно, марки нашей страны собираю. Ну, и живя в Ульяновске, я собираю, конечно, всё, что связано с нашим краем. Марки, конверты, открытки. Причём очень часто приходит то, что мы как бы вот забыли или плохо знали. Ну, например, вот вчера исполнил день рождения Грушевскому. Это на Украине он считается первым президентом в 1918 году. Он был главой государства. В годы Первой мировой войны он сидел у нас здесь, в ссылке. Грушевский, знаменитый профессор, до 1934 года работавший в Академии наук Украины. Поэтому марки посещено Грушевскому. Мы, в общем, с удовольствием ставим в нашу Ульяновскую и Кровеческую коллекцию. И таких примеров много. Ну, например, тот же Иосиф Брустита, значит, руководитель Югославии, да. Ну, тоже в годы Первой мировой войны был пленным в Сурском районе в одном из лагерей, значит, сидел у нас здесь. Ну, и так далее и тому подобное. То есть это много интересного, можно подчеркнуть вот просто из марок. Или, например, вот сейчас, 21-22 год, это столетие голодов по Волжье, да. И комитет Нансена помогал. А каким образом? Ведь мы же в Акаде были. Как это сейчас модно? В санкциях нам же никто ничего не продавал. А за марки продавали. И у нас в стране собирали марки. Был такой комитет. Чучин собирал марки, отмывали. И продавали за... А Нансен помогал. И он выменивал на хлеб для голодного по Волжье, на шоколад для детей. Вот так марки разбивали, так сказать, санкции всего мирового сообщества в те годы, сто лет назад. Ну, на марках, наверное, еще изображены какие-то картины, да. Ну, вот мы видим иногда, да. Конечно. Какие-то известные наши краеведы, живописцы. У вас есть в коллекции такие марки? Конечно. У меня собрано все, что посвящено нашему краю, конвертах, марках. Ну, если о художниках говорить, конечно, Пластов. Причем не только, значит, родоначальник всего этого дела, Акадий Александрович, но и его сын. Его, он тоже заслуженный художник. И вот совсем недавно, потому что картина сына художника Пластова, значит, на марках. На конвертах есть блог недавно выпущен, посвященный, значит, вот Пластову презентацию его проводили. И потом любая марка – это же микрокартина, это произведение искусства, потому что проводятся конкурсы, огромный художественный совет, что изобразить на марке. Чаще всего, конечно, изображают фотопортреты, если нет, картины. Если нет картин, значит, художники сами рисуют что-то такое. И поэтому это визуалистика. И поэтому, когда идет вопрос о том, как проиллюстрировать тот или иной материал, даже исторический материал, то и обращаются к маркам. И если вы обратите внимание в той же, в этих всех поисковых системах, рассказывая в Википедии, там, рассказ идет, биография, да, и обязательно, вот, если ему посвящена марка или камера, он обязательно там есть. То есть это считается за шик, если тому или иному человеку посвящена марка. И она обязательно есть во всех поисковых системах. Вы еще возглавляли детскую школу, да, по-моему, в Доме пионеров было такое? Да, у нас долгое время во Дворце пионеров, он тогда назывался Кружок юных филателлистов. И этот Кружок юных филателлистов в 82-м году был признан лучшим в СССР. И создан он был в 70-м году, когда я начал собирать марки, я стал одним из первых членов этого кружка. А потом, значит, так получилось, что через 7 лет меня пригласили возглавить этот клуб, а еще через 5 лет после того, как я его возглавил, он стал лучшим в СССР. Был всесоюзный смотр на лучшие кюфы. Мы тоже участвовали, и мы, конечно, не рассчитывали, что мы станем лучшими победителями этого конкурса. Ну, я говорю, там три первых, три вторых, три третьих, ну, уже в 9-то лучших кружков должны войти. И кого же было наше удивление, когда было объявлено три третьих, одно второе и одно первое. И мы были первыми в СССР. Поэтому вот два года назад мы провели встречу бывших эльдорадовцев. Многие из них до сих пор являются членами Ульянского общества филателлистов, как я их назвал, золотым фондом Союза филателлистов России. И они пришли, около 100 человек пришло вот на это мероприятие. Мы презентовали книгу, она так и называлась «Лучший в СССР Кюф Эльдорадо». А изготовили её мы по такой новомодной программе крауфайдинга, когда всем миром собрали деньги на её издание и издали. А сейчас вот молодёжь, как, желание есть у них коллекционировать, как вы считаете? Ну, желание, конечно, есть, но сейчас у детей много других соблазнов. Особенно, конечно, на первом месте у них компьютеры, гаджеты, смартфоны. И вот работая в детском лагере последние 10 лет, это для нас бич, конечно, эти все телефоны, потому что они отвлекают, они мешают. Но мы нашли такую форму, что мы у них забираем телефоны. Сначала это слёзы, а потом, когда заканчивается смена, они все благодарят нас. Нас дети благодарят за то, что мы их отвлекли от этих смартфонов для того, чтобы они смогли полной жизнью ощутить все прелести природы, коллектива, детского лагеря и так далее и тому подобное. Поэтому это, конечно, уводит детей. Ну, и очень много видов новых спорта появилось, где можно проявить себя. Но юные филателисты остались, конечно. Их меньше, ну, так же, как, впрочем, и филатели меньше занимаются. К сожалению, нам мешает в этой работе почта. Потому что почта не продаёт почтовые марки так, как продавала раньше. Если бы ребёнок, вот, приходя на почту, видел марку, ему бы просил, мама, папа, купите мне марку. И, бывая в разных городах страны, я захожу на почту и спрашиваю, а у вас почтовые марки есть? Есть. А где? В сейфе. На любом почтовом отделении марки есть. Нигде они не выставлены. Вы зайдите на нашу руленовскую почту, и вы увидите, там ни одной марки нет в продаже. Хотя, на самом деле, они есть, их очень много. Их просто не выставляют. А раз чем его? Ну, это связано с тем, что каждая марка требует столько внимания, что легче отправить посылку, чем продать одну марку. Её нужно завести в компьютер, её нужно провести по деньгам, её нужно отметить, её нужно проставить, её нужно выписать, её нужно прописать. Это с одной маркой. А если человек пришёл 200 марок разных купить? Да она полдня будет сидеть с этими марками. Поэтому отдельных отделов не выделяют для продажи филателли. Поэтому сейчас есть такая новая модная форма. Это создание почтовых салонов. И у нас в Ленинске такое тоже есть, куда коллекционер может прийти. Вот там всё выставлено. Но это, во-первых, надо знать, где он находится. Не каждый день он работает. Но там можно приобрести всё. Там и есть абонемент на почтовые марки. И все марки нашей страны, которые выходят, там можно заказать. И вам всё сложно. Выдадут, так сказать. Коллекционеры наши, конечно, организованные, этим пользуются. Кстати, у нас самая большая организация филателлистов в России. Это сколько человек? Вот. Около 150. Почему говорю «около»? Потому что мы считаем по сданным членским взносам. На самом деле филателлистов много. Их сотни, тысячи, даже в нашем городе. Но они все подпольные собирают и никому об этом не говорят. А вот те, кто приходят, платят членские взносы и говорит открыто, я филателлист, таких у нас 150 человек. Но сегодня он заплатил, на следующий год не заплатил. Поэтому около 150 человек. Больше только в Москве – 300. И в Санкт-Петербурге – 500. Но если мы переведём на душу населения, то мы увидим, что на душу населения мы самые лучшие. Ну и потом Ульянск, признанная филателлистической столицей России с 2007 года. И мы этот флаг никому не отдаём. Спасибо.